В этом интро я отказываюсь говорить про песосы. Ставь лайк за интро без песосов. Мы крафт не из, соответственно, пищали, а сегодня мы будем крафтить из вот этой ЦЗшечки-рыцаря. Посмотрим, что у нас получится. Также я закупил дюал беретты-дуэлисты для того, чтобы скрафтить, может быть, Хот-Рот либо Твайлайт Галакси. Как бы и одно, и другое будет приятнее, чем если бы я крафтил из какого-то другого говна. Нет, Твайлайт Галакси, конечно, не стоит вообще денег, поэтому это я так утрировал, скажем так. И также сегодня я решил пооткрывать давным-давно богом забытые хрома первые кейсы, в которых хромированные красивые ножи у нас тоже имеются, ребята. Давайте с них и начнем. Давайте с них и начнем. Начнем мы с хромированных кейсов первого тиража, очень старых. Удивительно, я бы сказал, старых. И о них все забыли, да, о них все забыли, потому что они нихрена уже не стоят денег. Неизвестно, что в них падает, но в них падают хромированные фейт-ножи, например, да. То есть это тоже кейс, который содержит уникальные ножи, уникальные раскраски. В них может упасть просто топчик дикий, поэтому хрен его знает, ребята. Мы, конечно, на нож не настраиваемся, потому что ножей у нас в этом году уже три было. А сейчас всего лишь апрель месяц, ребята, я напоминаю, потому что ножи должны еще валиться, как бы, но не в ближайшее время. Хотя это рандом тоже, как бы, тут с Габеном вот такая странная история. Как бы, он может и за выпуск два ножа отдать, а может и месяцами-месяцами, ребята, не выдавать ножики. Поэтому эта тема такая, и здесь очень сложно что-то предугадать. Это чистый-чистый рандом, ребята. Как захочется, как говорится, в Стиме? Не знаю, посмотрим. Пока хромированные кейсы, ребята, забытые, реально оказываются забытыми, потому что в них вообще ничего не падает. Посмотрите, я купил вот эти дешевые-дешевые скины, коробочки, и, как вы знаете, ключик стоит у нас порядка 150 рублей. И, соответственно, я трачу 150 рублей на каждый клик. И, как вы видите, ребята, абсолютно это не рабочая ситуация. Хромокейсы в Стиме, к сожалению, убитые и забыты совсем уже. Насколько я вижу, они все забытие и забытие с каждым кликом. Посмотрите, одна сплошная синька. Ну, в принципе, этого стоило ожидать. Этого стоило ожидать, потому что слишком много хорошего в последнее время падает. Не может так падать, понимаете? Не может так падать постоянно. Поэтому посмотрим, что будет дальше, ребята. Может быть, спектрум сегодня порадует? Да ладно, хоть одну-то мне дай песоску! Вонючка какая! Посмотрите, полностью синее открытие. Полностью синее, ребята. Но у нас есть еще вот эти вот песосинки, которые меня, в принципе, радуют и продолжают радовать с каждым днем. Но я чувствую, если синька началась, я даже перезаписывать не буду. Вот просто перезаписывать вообще не буду, ребята. В минус так в минус. Хер с ним вообще, ребята. Так, ладно. Синька так синька. Пускай будет синька, ребята. Пускай будет синька. Потому что, ну, что-то я как-то сегодня не чувствую вообще ничего. Хотя всякое может быть. Как бы Габен он такой. Но он выдает, видите, специально. Специально сплошная синька. То есть сегодня день такой будет, скорее всего, довольно синий. Но хотя может сыграть контракт. То есть когда вот такие вот синие-синие песосочки у нас появляются, может сыграть в любой момент контракт. И это тоже радует. То есть я могу контрактом сейчас окупить все, что я потратил, по идее. Хотя потратил я до хрена. Держим мышечку вот здесь. Давай. Посмотрите, все перекатывается. Все перелистывается. Это полный пиздец какой-то. Я не знаю, как это назвать. Видимо, да. Вот она черная полоса. Вот так она и чувствуется, ребята. Да, в сплошной синеве, ребята. Кто хотел посмотреть на это, вот оно. Посмотрите, у меня весь стол, сука, синий сегодня. Как давно я этого не видел, ребята. Как давно этого не было. И как приятно осознавать, что Габен все-таки остается таким, какой он и есть. Несмотря ни на что. Да ладно. О, господи. Первая фиолка. Здесь нужно просто орать, наверное. Потому что это первая фиолка, ребята, за сегодня. Это же невероятно просто. Невероятно. Спасибо, господин Гейб. Он дал нам фиолку. Так, ребята, все, открытие удалось. У нас есть первая фиолочка. Открытие невероятно удалось. Это просто тысячи лайков, ребята, достойно. Ни хрена себе. Вы посмотрите на это, синий стол. Лол. Габен, ты так отыгрываешься, да, сука? Дай хоть одну, дай хоть одну писечку. Хоть одну писечку. Хоть одну. Ну вот до дециматора-то, ну, ну, давай, подтянись, сучка. Так, P250 Triple. Ладно, я, в принципе, этого ожидал. У нас еще есть две коробки, которых я закупил, но не купил ключиков. Поэтому давайте мы сделаем вот таким вот образом. Давайте мы сделаем вот таким вот образом и посмотрим, что из этого выйдет. Габен, ну, че ж ты такой-то? Ну, вот еще два даже докупил. Ну, еще две синьки мне дашь. Ну, ладно, ну, ладно. Я тебя понимаю, Габен. Я и так отжал у тебя слишком много за последнее время. Я тебя понимаю. Синий стол, это то... Как такое возможно, блядь? Как такое возможно? Одна фиолочка... Ребята, у меня такого давно не было. Это тоже уникальное, удивительное событие. Посмотрите вообще просто. Посмотрите на это. Это просто очень и очень грязно со стороны Гейба. Вот так вот нормальным пацанам, нормальным ребятам. Выдавать такой кусок говна, ребята. Это же просто жесть. Ну, ешки-пашки. Ну, ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Давайте двигаться дальше. Двигаться будем дальше. Будем двигаться аккуратно. Крафтим, 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 как говорится. Ничего страшного. У Габена такое бывает, ребята. И эта черная полоса должна была наступать на яйца, как говорится, ребята. В любом случае. Так, хорошо. Здесь мы уже ничего не сделаем. А вот здесь у нас еще есть шанс что-то сделать. Хотя нет, наверное. Нет. Давайте мы сначала сделаем наш удивительный контракт. Последнее время, когда я клал не в те слоты, скажем так, я проембывался. Поэтому давайте мы сделаем сегодня удивительно. Мы сделаем вот так вот. Запихуярим еще вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И дадим еще упор на Браво коллекцию, ребята. Дадим упор на Браво коллекцию. То есть у нас есть шанс с вами скрафтить сам рыцарь. У нас есть шанс скрафтить что-то из этого. Либо что-то из Браво коллекции, ребята. Удивительно дорогой и очень интересный контракт. Если с низким шансом рыцарь скрафтится, то тогда я прощу Габену всю эту синьку. Скорее всего, ничего не скрафтится. Потому что сейчас, как вы видите, Габен мне решил подляночку сделать. Но раз решил, ребята, то отговаривать его не будем. Потому что это бесполезно. Обычно, когда ты перезакупаешь там по 10-20 раз, да, эти кейсы, которые у тебя не удались, тоже ничего не получается. Поэтому какой денек мы с вами поимеем, ребята, такой и поимеем. Рыцарь, сука, давай, рыцарь. Рыцарь, давай, пожалуйста, давай, рыцарь нам. Рыцарь, восклицательный знак, давай, давай, Габен, я знаю, ты можешь. Ты можешь дать этот вонючий рыцарь. Ты можешь дать этот вонючий рыцарь, Габенчик. Ты можешь дать это то, что нам надо. Мы так много раз пытались, Габен. Ты должен нам дать этот вонючий рыцарь, Габен, ну, блядь. Ну, сука, если в минус, то все в минус, ебани мне. Замечательно, блядь. Это самое... Я даже смотреть не буду, сколько стоит эта поебень, блядь. Извините, пожалуйста, я не сдержался. Извините, пожалуйста, я не могу, нахуй. Я... Спокойно. Я сейчас успокоюсь. Я... Сейчас я приду в себя. Я... Всякое бывает. Всякое случается. Но это должно было случиться. Слишком много ножей. Слишком много эпика, Габен. Вы посмотрите, какой промежуток между ножами. Слишком много эпика. Кстати, сколько у меня сейчас ножей, интересно. Многие ребята интересуются. Давайте посмотрим. Их не такое большое количество, в принципе. Да, их значительно меньше, по-моему, чем... Чем было раньше. А может быть и нет. Но, как бы, есть, есть еще ножики, как бы. Ну, я коллекционирую, поэтому... Еще есть пока, да. Эмеральды. Есть у нас рубины. Есть у нас... У нас сапфиры есть. У нас есть тигры. У нас есть идеальные паттерны. Ну, нормально, нормально. Вроде бы неплохо. Вроде бы неплохенько так, ребята. А, значит, что делаем? Двигаемся дальше, друзья. Сегодня вот такой вот... Как так, я не пойму, ребята. Объясните мне эту ситуацию. Неужели я напросился себе черной полосы, блять? Но самое интересное, что когда вот так хуево падает, потом будет сыпаться невероятно. Это я точно знаю. Ну, а сейчас идем на сайт и вздрючим там дрючку, ребята. Не расстраиваемся. Настоящие ребята рискуют и не расстраиваются. Поэтому двигаемся дальше. Просто двигаемся вперед. Поехали. Ну что, друзья, понеслась. Давайте давить этот вонючий черный полосный денечек. А, я не знаю, как это еще назвать, но этот черно-полосный денечек надо выдавить, додавить, передавить, отдавить, отлюбить. Я не знаю. Блин, просто давайте начнем, блин. Такая сука-невезуха, ребята. Еще и сумеречная галактика вылетела. Вы представляете, сколько денег я вложил в этот крафт сраный вонючий? И мне выпадает сумеречная галактика, говорит Габен. Держи, пожалуйста, свою сумеречную вонючую галактику. Не, ну этот момент должен был наступить, понимаете? Он мне за один месяц выдал два спектрум ножа. Это, на самом деле, нереальная грязь. Это нереальная дичь. Это очень большая удача. На Габена, на самом деле, это вообще ни капли вовсе не похоже. Ну, эй, эй, сайт, сайт не виси. Я сломал сайт. Я сломал. Смотрите, смотрите, это просто он завис на месте. Че я выбил-то? Че я выбил-то? Ой, я выбил за 500 рублей фамасик, ребята. Я выбил за 500 рублей фамасик, так что не надо мне говорить, что я что-то плохое выбил сайт. Так, хорошо. Ушел в плюсецкий. Давайте смотрим, что будет дальше. Не, ну на самом-то деле, ребята, она должна была наступить. Но я не думал, что она так жестко меня выембет, скажем так, эта полоса. Кстати, надо бы хромированные сейчас пооткрывать. На самом деле, было бы довольно замечательно, если бы мы пооткрывали хромированные кейсы. И спектрумы кейсы, которые, соответственно, у нас имеются. Где хрома? Хрома-1 меня интересует, пожалуйста. Всеми забытые хрома-1, в которых раньше выпадало просто... Хрома-3. Хрома-3, револьвер. Хрома-кейс. Всеми любимые. Как говорится, как только они вышли. Всеми классные. Че здесь за говноножи такие? Это же хрома. Это же хрома-кейс. Здесь же должны быть какие-то песосочки. Опа, боец почти выпал, но не выпал ни хрена. Давайте дальше попробуем подрючить хрома-кейсы. Че-то я чувствую, в хрома-кейсах мне вообще не везет. И зря я вообще их взял на выпуск. Мне кажется, если бы я взял что-то поэпичнее, то у меня был бы и дроп симпатичнее, как говорится. Так, картель мне не нужен, продаем. Давайте пооткрываем тогда дорогую грязь. Давайте посмотрим, что у нас имеется в дорогой грязи. И вываливаемся ли мы в дорогом чем-нибудь. Не знаю. На самом деле, я очень сильно расстроен. Хотя че расстраиваться, если я габена... Ух ты, блин, надо было забирать. А хотя че расстраиваться, если я габена и так неплохо грабанул, скажем так, на скинчике. Это довольно хорошее явление. Это довольно хороший момент был. Скоростной зверь пролетает. Че-то смотрите, плюсик, 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 плюсик. Давайте-ка это заберем, оставим. Давайте еще попробуем. Давайте реально сегодня поработаем по-тайному. Поработаем по-тайному. Ну, все равно денек какой-то странный, ребята. Я ожидал, что мы сейчас скрафтим рыцаря. Потом мы будем крафтить драгон лоры и все прочее. И все пошло через жопу. Наперекосяк, как говорится. Нахрен не надо. И, блин, бесит меня. Бесит, ребят. Но беситься нельзя. Беситься нельзя, потому что черная полоса, она на то и черная. Чтобы быть между белыми, ребята. Так, 400 рублей. Это мне тоже говно не нужно. Давайте попробуем вот что-нибудь вот здесь, пожалуйста. Новогодний даймонд кейс. Дорогой. И с него может, в принципе, упасть тяки хабарка, либо фейт. Вот из-за этих двух песосок можно как бы его дрючить. Все остальное просто нахер не надо. Все остальное нахер не надо. Остановись. Хорошо. Новогодний даймонд кейс тоже нам дает плюсецкий. Кстати, очень много микро таких вот плюсов. Это очень и очень хорошо. Но помимо того, что я в минус ухожу, как бы, я еще и по 100, по 50 рублей, по 20 рублей. Как бы это намек. Это намек, что Габен скоро даст, ребята. В спектрум кейсе одно говно, блядь. Больше ничего он мне не выдает. Он больше не мой любимый кейс, понимаете? Он больше не такой, как был раньше. Он изменился. Я больше не хочу. Влад Спорт, стой! Я люблю спектрум кейс. Он каким был? Хорошим. Таким и остается. И всегда будет для меня хорошим. Спасибо большое. Спасибо большое. Нахуй. Вот это вот. Это забьет мой инвентарь. Вот это вот. Вот спасибо большое. Вот спасибо огромное. Вот спасибо. Вот люблю спектрум кейс. Я всегда говорил, я люблю спектрум кейс. Он мне как попер в стимчике, да? Вот как только вышел. Все вы знаете об этом. Нео-нуарчики, Блад Спорт и все это. И сейчас он подтвердил мне, что любовь наша крепка. Дружба широка. И, соответственно, очень даже глубока. Когда глубокая любовь, дорогие друзья, а вот, например, по моему мнению, чем глубже любовь, тем она приятнее, на самом деле. Так. Я не буду разговаривать на такую тематику, значит. Я просто хотел сказать вам то, что спектрум кейс молодец, сука, 5000 акусик. Это что, статтрек акусик или что? Так, я сейчас, ребята, сейчас я вам не показываю окно, я жду его в стиме. Вот этого вот прихода невероятного говнеца, ребята. Что? Где? Где ты, маленький? Где ты, сладенький? Приди ко мне, покажись мне. На самом деле-то, вот, спектрум кейс это самый успешный кейс, вот, наверное, среди всех, которые выходили когда-либо для меня. Потому что спектрум кейсы реально, как бы, отдаются мне. То есть я глубоко засовываю свою руку в них, проворачиваю там скин и, соответственно, забираю его. И так везде. А, видите, даже сегодня, когда Габен решил меня синькой накормить, а, сука, блядь, а, ну где, блин, где калашик? Так, решил накормить синькой. Мне получилось так, что у меня есть новенький Бладспорт. Шим подари, пожалуйста. Шимору, пожалуйста, дай мне эти картинки. У тебя их миллионы. А мне значок хочется, говорит. Вуди офферит Ютрейд. Ну где? Где? Ну, Габен, ну не лагай, пожалуйста, Стим. Ну покажите мне акусик. Ну покажите мне аку... Вот он, мой акусик. Вот он, хорошо. А, так вот. Я не знаю, что это за калаш такой. Почему он такой дорогой? Я Бладспорт и, конечно, в Стиме выбивал там 5000... Фактори Нью вертел я на пистолете, дорогие друзья. Фактори Нью. Вот это да. Вот это я понимаю. Вот это неожиданно. Но все равно в целом так себе, блин. В целых габен, сука, подвел меня. Ладно, осматриваем в контре. Ну что ж, друзья. Фактори Нью вертел. Я на... Ой, ребята. Вот это да. Бладспорт у нас новенький. Новенький. Ох, какой свеженький. Ох, какой разрисованный. Motherfucking bitches, ребята. Посмотрите. Вот это идеал. Это идеальный паттерн. Идеальный. И просто идеальный. Это просто муа. Несмотря на то, что все остальное сегодня говно, блядь. Но, ладно. Тем не менее, друзья, вам спасибо за поддержку. Как всегда, от лайков растут писосы. От писосов растут дети. Блядь, нет. Ну, в принципе, я правильно сказал, но... Ладно, забудьте, короче, все, что я нес сегодня всякую хуйню. Это мы... Ням-ням-ням. Уберем куда-нибудь. Всем пока, друзья. До новых встреч. С вами был Шуморо. Мы увидимся на новом видео. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok